Устоял на ногах, удержал вес. На соревнованиях попытку засчитают. В тяжелоатлетическом зале у Алексея Корякина никаких тренажеров. Тренируются, как и сто лет назад, когда в первый раз тяжелоатлеты приняли участие на Олимпийских играх. У нас все, что связано со штангой. То есть упражнения самые разнообразные, такие же, как в пауэрлифтинге, тот же жим лежа есть, и приседания, и тяги разные. Но основной упор делается на рывок в штанге двумя руками и толчок в груди тоже двумя руками. Держи, держи, держи. Правильно. Ну, молодец. Вот это движение, рывок, поначалу кажется чем-то из ряда вон. Только представьте, человек весом в 70-80 килограммов одним движением, вот так, поднимает над головой 150 и более килограммов. Механика очень простая, то есть в штанге создается инерция, за счет того, что она поднимается вверх ногами, и в момент, когда она, ну, как бы зависает в воздухе, вот подставляется человек под нее. Подростки у Корякина занимаются четыре раза в неделю. В основном это школьники. Начинать ходить в зал можно уже с первого класса, уверен тренер. И будьте уверены, рост ребенка не замедлится и не прекратится. Любой вид спорта, связанный, который, ну, с движением, ну, с поднятием тяжести даже, он стимулирует, как бы, рост, получается, организма. И те ребята, которые у меня тоже занимаются, то есть, ну, все растут нормально, как бы, никто пока еще не жалуется, что рост. Я считаю, что рост в первую очередь зависит от, ну, генетической особенности. Риск травмы, конечно, есть, но это, как и в любом спорте. Реальные плюсы перевешивают возможные минусы. Укрепляется спина и весь мышечный корсет. Алексей Корякин это знает по своему опыту. У меня сын, допустим, начал заниматься в восемь лет. Врачи его уже к тому времени сделали, ну, инвалидом практически. Уже почти был поставлен диагноз. Все. 23 года он выполнил норматив мастера спорта. Делаем, ну, как минимум, 4 подхода по 3 разика хотя бы. Если нормально тебя будешь чувствовать, значит, делаешь 100, 105. Ну, если нет, 100 килограмм работаешь. Все. Давай. Напоследок Алексей Корякин рушит миф о неповоротливости тяжелоатлетов. Мол, мышцы сильные, но забитые. А сами спортсмены еле-еле передвигаются. Как может быть медведь неповоротливым, скажу, который развивает скорость до 60 километров в час и одним ударом, допустим, убивает себе быка там или как. Ну, правильно. Ну, штангисты, я знаю, играют в футбол, в баскетбол, неплохо в теннис играют. Еще наш знаменитый Василий Иванович Алексеев очень хорошо играл в теннис. Юрий Квардонян, ну, который член сборной Советского Союза, олимпийский чемпион, он выступал за сборную Армении по волейболу. Ну, как там ни поворотливый, если будешь, не получается. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!